Здрасте! Давненько мы не виделись, давненько я ничего не выкладывал. Не выкладывал я потому, что как бы нормального сюжета для съемок не было, а снимать какую-то халтуру и заливать, чтобы просто вы посмотрели. Я не хочу. Я хочу, чтобы у меня на канале были нормальные, качественные ролики, по крайней мере, по существу. Сегодня есть про что снимать, и решил я снимать в таком интересном месте. Нашел я недавно лесок такой маленький. В принципе, вот наш сегодняшний сюжет. Ищу себе замену топора. Чтобы не таскать с собой в рюкзак топор, независимо от его размеров, маленький, большой, даже маленький все равно весит. Весит неплохо. И, как обычно, рыская по интернету, я нашел вот такую альтернативу топору. И думаю, что вот эта вещица очень даже хорошо, я, по крайней мере, думаю, пока никаких тестов не проводил, но, по крайней мере, я думаю, что вот такая вещица с легкостью заменит мне топор в походе. А именно речь сегодня пойдет о мачете Трамантино. Так, видно? Вот так. Известная бразильская фирма. В принципе, в интернете очень много роликов про вот таких мачете именно этой фирмы Трамантино. Так и хочется сказать Тарантино. Короче, мачете Тарантино. Из-за сходства, наверное. Ну вот. Начнем. Данная модель, в принципе, ее можно найти по вот этому штрих-коду. Сейчас я покажу уже поближе. Так, сфокусируйся. Вот так, молодец. Вот он. Модель называется 26631-018. В принципе, что это такое? Я не знаю, откуда вот эти параметры взялись, но я посмотрел, что как бы именно по вот этим циферкам можно определить конкретно какой именно изделий идет речь. Деревянная рукоять. В принципе, когда я покупал... А, кстати, я покупал это дело у нас здесь в Молдавии. Нашел человека. Ну, все как обычно. На Алиэкспрессе я не искал. Так получилось, что вот я нашел мачете данной фирмы у нас в Молдавии. Быстренько созвонился, нашел денег, пошел, купил. Отдал я за вот эту вещицу 225 лей наших молдавских. Это в долларах выходит в районе 12 долларов. Там 11 копеек. Короче, 12 долларов. Рукоять из древесины. В принципе, нормально, хорошо держится. И в руке. Я так проверил. Толщина вот этого вот материала, как бы, толщина вот этого изделия ровно 2 миллиметра. Длина лезвия 45 сантиметров или 450 миллиметров. И вот, как мы видим, тут идет, как бы, ширина поменьше и потихонечку начинает ширина увеличиваться. Вот именно из-за этого я купил, потому что моделей есть несколько, именно из-за этого я купил такого вида вот мачете. Думаю, что вот из-за этого вот такого спада увеличивается режущаяся, режущая вот способность вот данного инструмента. Давайте еще раз покажу поближе. Может быть, кому-то это все дело понадобится. Вот, что написано в принципе, я так посмотрел. Вот эта бумага подтверждает, что именно это бразильское производство. Вот даже тут написано Made in Brazil. Как бы, а не бразильская фирма Made in China. Ну, вот это наша молдавская наклеечка. И вот эта наклеечка мне доказывает, как бы, что эти мачете были завезены в страну абсолютно легально. Вон тут есть фирма, кому интересно, поставьте на паузу, номер телефона и так далее. Но я не поэтому номер телефона заказывал, заказывал у другого человека. Но, по крайней мере, я уверен, что данное изделие попало в страну абсолютно легально и меня с ней не остановят и это самое документы на нее не попросят. Говорят, что типа не является холодным оружием, хотя я не знаю. Лезвие, заточка идет, заточка идет заводская. В принципе, это дело у меня не сфокусируется. Но тут если вот просто так вот взять да и проводить по лезвии, я не порежусь. Я ее не точил, но по дереву, вот по крайней мере, пока я шел сюда, так пару раз размахнулся и довольно неплохо в принципе вот эта вещица работает. Сталь, насколько я помню, там было написано SAE 1070. Это типа является самая такая твердая, самая хорошая сталь для данного вида изделий, который позволяет держать очень долго заточку. по крайней мере, это я уже проверил. Для знатоков железа и там которые любят считать проценты углеродистая сталь, вот, что я забыл сказать, любят там считать проценты углерода и так далее. Может, им эта информация пригодится. По крайней мере, в интернете куча информации. Вот именно такую нормальный обзор, вообще ни одного обзора, ни одного обзора вот именно на это изделие 26631-018 я не нашел. Думаю, это будет мой первый. То есть, мой обзор будет первым. Нержавеющая сталь. Но я тут нашел как бы вот такие пару пятнышек такого ржавчины. но это ни о чем не говорит, по крайней мере, мне. Потому что я думаю, что при перевозке из Бразилии как-то сюда надо бы ей доехать. Она, наверное, была в контакте с какими-то черняшками, то есть, обыкновенным железом. На ней остались какие-то там молекулы. Пошел процесс, вот эта реакция, как бы, и вот эти молекулы, они ржавеют. Потому что в остальном все чисто, все четко. Никаких пятен я не вижу. Ну, вот как-то так. Наверное, с болтовней хватит. Выберу я сейчас подходящие претенденты для испытания. О, наверное, я попытаюсь вот это дерево срубить. Не жучу. Нет, это дерево я не срублю. Да и не получится. Короче, сейчас я найду нормальных подходящих деревьев и посмотрим, на что это дело, короче, годится. Ну, вот, деревце диаметром, не знаю, там, 2-3 сантиметра. Думаю, что можно было с одного удара. Позиция неловкая, но, по крайней мере, вот, пошло дело. Вот, деревце, я не знаю, какой тут диаметр, но, по крайней мере, рукой я полный обхват, полный обхват не могу делать. Ну, вот, так сравнить. Чуть больше, чем ширина здесь, кстати, я уже измерю, посмотрю, что и как. Попробуем срубить. По поводу дерева, это какой-то, какая-то дичь вообще, то есть, я эту срублю, вокруг нее еще 10 появится. Я не думаю, что большой вред природе, при этом я нанесу. Но, по крайней мере, посмотреть, режущие, режущие качества, вот, данного инструмента, деревце послужит. Ладно. Ушло вглубь сантиметров, ну, в принципе, сами видите. вглубь сантиметров, Ну вот и все. Как бы инструмент довольно неплох. Если честно, я и не ожидал, что все так четко будет. Топором, я уверен, что топором надо было бы намного больше времени и ударов потратить. Для того, чтобы срубить вот то, что я рубил этим. Ну вот такие, короче, чистые срубы. Причем вот сантиметра два входит, по крайней мере, в сырую древесину, не в сухую. С одного удара очень четко. Не знаю, не ожидал я. Да, если честно, сил потрачено намного меньше, чем при работе с топором. Маленькое сухое деревце. Вот примерно какой толщины. Я не знаю. С одного удара. Но здесь больше он уже как бы рвет, чем режет. Вот дерево уже потолще. Я не знаю, получится ли вообще ее рубить, срубить. Но попытаюсь. Если вот это дело уже справится вот с такими деревьями, то я смело могу взять в поход вот это дело, чем топор. Ладно, я попытаюсь. Не знаю вообще, изначально говорю, не знаю, получится ли. Поп...? Попробуй. И quizzes. Попробуй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем спасибо за внимание! Желаю вам удачи! Ходите в походы! Здоровья! И до скорых встреч! Всем пока!